Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Максимов и с вами канал RailBasis. Сегодня совместно с интернет-магазином Strumke.ru мы делаем очередной видео-обзор. Видео-обзор будет посвящен очень необычной и прикольной штуке. Вот эта штуковина. Называется она FAMF и производится она компанией Groove Gear. И, конечно же, предоставлена она магазином Strumke.ru. Собственно, что же это такое? Давайте разберемся. Но прежде чем мы разберемся с этой штукой, я бы хотел ее пока отложить и сказать следующее. Существует очень популярная техника игры на бас-гитаре, которая называется Mute. Что же это такое? Это когда мы ладонью нашей правой руки, точнее ребром ладони, глушим струны, как бы приглушаем струны и играем аккомпанемент большим пальцем, ну и иногда помогаем еще указательным и средним пальцем. Как это выглядит? Итак, что же такое этот FAMF? Давайте уберем эту красивую упаковочку. По сути, это заглушка для струн, которая приглушает струны и заменяет ладонь. Снаружи это просто пластмассовые щипцы, вот они. А внутри они обклеены каким-то таким мехообразным материалом. Вот так вот этот FAMF веживается на струны около бриджа. Собственно, давайте разберемся, что это нам дает. Это нам дает то, что мы можем получить абсолютно такой же эффект приглушенных струн, но при этом наша рука не скована будет, поскольку нам не надо прижимать струны ладонью. То есть мы можем играть пальцами, двумя или тремя, или медиатором, как мы это делаем обычно во время того, когда мы играем нашей традиционной и любимой техникой. Идея крайне проста. Давайте посмотрим, как это будет звучать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, конечно, при помощи этой штуки можно играть какие-то скоростные вещи, которые при помощи одного большого пальца в технике Mute просто невозможно сыграть. Давайте попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, резюмируем. Честно говоря, по моему личному впечатлению, ну, игрушка, скажем так, довольно сомнительная. Не думаю, что она будет нужна прямо постоянно. Могу сказать по своему опыту, что в большинстве случаев при игре определенных песен, в варажировки которых есть техника Mute ладони и относительно медленной скорости большого пальца вполне достаточно для того, чтобы справиться с поставленной задачей. Но, с другой стороны, нету предела полета творческой фантазии. Возможно, имея вот эту штуку вы придумаете массу интересных грифов и ходов. Единственное, что мне приходит сейчас в голову, это довольно своеобразный подход к игре знаменитого бас-гитариста Фрэнсиса Рока Престия, который всю жизнь проиграл в группе, в легендарной группе Tower of Power. Его уникальная фанковая техника 16-х нот, приглушенных 16-х нот, состоит в том, что он, как правило, зажимает струну большим пальцем, а ладонью левой руки он немножечко глушит струны. И таким образом он получает приглушенный звук струн. И, по сути, когда он играет различные фанковые риффы, он все время двигает руку по грифу туда-сюда. То есть он использует остальные пальцы для зажатия нот крайне редко. Если вы посмотрите его живые выступления, то он играет вот именно так. Просто двигается по грифу. По сути, он все ноты зажимает одним большим пальцем и глушит струны ладонью остальными пальцами левой руки. И если бы в свое время вот этот вот девайс ему бы предложили, возможно, его техника развилась как-то иначе. Но, тем не менее, он великий басист. Мы все знаем и все снимали его потрясающие партии, которые, можно, кстати сказать, попробовать и сыграть вот с этой заглушкой. В общем, я постарался вам продемонстрировать достоинства и недостатки этого фанпа. Надеюсь, что вы сделаете вывод сами, нужен он вам или нет. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Real Bassist. Меня зовут Дмитрий. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok